В одном из предыдущих роликов я вам показывал, как готовить кукси, и видео очень неплохо зашло. Поэтому сегодня я решил показать еще один рецепт куксу, но только в этот раз без бульона. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Фудкор. Пи-бим куксу Пи-бим куксу это традиционное блюдо корейской кухни, и название его дословно переводится как перемешанная лапша. Популярно это блюдо летом, в жару, и, соответственно, подается оно в холодном виде. Готовится оно очень быстро и легко, и ингредиентов используется не так много. В общем, не буду лишний раз болтать, попрошу вас лишь только об одном. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, нажмите в колокольчик, ведь впереди вас ждет очень много вкусного и интересного контента. Ну и погнали готовить! Список необходимых продуктов, по традиции, вы увидите на своем экране. Можете остановить видео и сделать скриншот, либо найти этот список в описании под видео. Готовить куксу мы будем на 2-3 порции. Для начала нам надо сварить лапшу. В кастрюлю наливаем воду и ставим на плиту. Как только вода закипит, кладем лапшу. Лапша, по традиции, используется пшеничная. Лично я очень люблю яичную лапшу, поэтому взял ее. Варится она 5 минут, но лапша бывает разной. Поэтому сколько по времени варить именно вашу, почитайте рекомендацию от производителя на упаковке. Далее сливаем горячую воду и промываем лапшу под холодной водой, чтобы остановить процесс варки и чтобы лапша не разбухла и не стала липкой. Далее варим куриные яйца. Я думаю, не нужно показывать вам, как их готовить. Уверен, у большинства из вас нет с этим проблем. Но если все же есть какие-то трудности, то у меня на канале есть уже ролик на эту тему. Обязательно посмотрите его, ссылочка будет в описании под роликом. Далее нарезаем овощи. Огурец нужно нарезать на тоненькие полоски. Отрезаем кончики. Режем огурец пластинами. А уже потом нарезаем полосками. Чеснок. Чеснок давим чеснокодавкой. Либо измельчаем с помощью ножа. После этого нам нужно приготовить соус. Берем глубокую миску. Кладем в нее 3 столовые ложки пасты кочудян. Добавляем 3 столовые ложки соевого соуса. Далее 2 столовые ложки сахара. 2 чайные ложки красного перца. Измельченный чеснок. 1 столовую ложку 6% уксуса. И 1 чайную ложку кунжутного масла. Далее нам надо теперь все это хорошо перемешать. Перемешиваем до тех пор, пока не растворится полностью сахар. Собственно, пи-бим куксу готово. Можно подавать его двумя способами. Первый способ, это положить в тарелку лапшу. Сверху соус. Добавить яйцо, огурец. И подавать на стол. Далее человек уже сам должен все перемешать и съесть. Либо есть второй способ. Всю лапшу кладем в большую глубокую миску. Туда выливаем весь соус. И все перемешиваем сами. И уже смешанную с соусом лапшу подаем на тарелки, добавив яйцо и огурец. Приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, лично я люблю больше второй способ подачи. На мой взгляд, так лучше и равномернее распределяется соус по лапше. И если вы готовите на несколько человек, то это просто идеальный вариант раздать всем вкуса поровну. Также, друзья, помимо яиц и огурца, вы можете положить другие добавки. Можете добавить туда мелко нарезанное кимчи, либо жареное мясо, например, курицу, либо говядину. Также я очень люблю класть туда обжаренные грибы шиитаки, либо шампиньоны. В общем, смело экспериментируйте. Также, друзья, я не устану повторять, обязательно подписывайтесь на канал, ведь вас ждут впереди новые вкусные и простые рецепты. Обязательно не забудьте нажать в колокольчик и выбрать пункт «Все», чтобы не пропустить мои новые ролики. Ну и лайки и комментарии, конечно же, тоже приветствуются. Именно таким образом вы помогаете мне развивать мой канал. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!